Они мечтали о маленькой Швейцарии на границе Петербурга и Ленобласти, а остались у разбитого корыта. Десятки обманутых дольщиков пытаются вернуть деньги у нечестного застройщика из московского района. Объявление о продаже таунхаусов Анастасия нашла еще в 2013 году. Предложение компании «Ленхаус» оказалось заманчивым. «Я планировала там жить со своими детьми за городом, но, к сожалению, не произошло, не случилось». Через год на участке так ничего и не возвели, а застройщик перестал отвечать на телефонные звонки. «Ленхауса нет, квартиры нет, продали дом в Приморье. Хотела, чтобы мама жила рядом со мной, но мама живет в Приморье, а также в 10 тысяч километрах от меня. Сейчас живем в коммуналке, взяли два кредита, каждый по миллиону, чтобы купить недвижимость. Продолжаем платить кредиты». Дольщики наняли адвокатов и уже третий год отстаивают свои права в суде. Генеральный директор фирмы сейчас находится в следственном изоляторе. «Следователь говорит, ну вы не надейтесь, если даже мы его и посадим, ну вы рублей по 10 или по 20 получать будете, пока там его срок будет идти». Дольщики уверены, все дело в масштабе их проблемы. Финансовые потери 25 человек большого резонанса не вызовут. Но люди уверены, таких, как они, обманутых дольщиков, ложившихся в мифические коттеджи в Блинобласти немало. И сейчас им необходимо объединяться, чтобы привлечь внимание властей.